короче наконец-то заработала сохранение до этого пару дней назад пробовал загрузить сохранение и выкидывала просто на рабочий стол без всяких ошибок и я уже забыл где остановился но насчет того что сохранение код и резервной нам делать и даже вообще без понятия ну давайте сделаем новое пускай так это сохранение 2 пускай будет на всякий случай а это пускай автоматически или как вообще не в курсе какие тут дела у нас новые карта нужно исследовать короче новую территорию и тайны и артефакты здесь есть и вообще какое-то новое задание торговый пост всегда первым делом охота так у нас же территории все принципе может найти до мощь 55 то есть это все можно идти сюда и вон куча всяких сокровищ обычно когда я в такую игру играю вот как я проходил это сразу бежать сокровища собирать потом белые синие уже потом задание делать не знаю буду ли сейчас так делать короче я думаю попробовать надо ученых здесь допустим вот эта золотая . уже тут от вальгала давно не заходил не играл так где это если там пролезть если смысла здесь вообще есть а вон лестница что-то хрен пойми на лестница вот так сюда наверно а только вообще тепла занятия все дневник монах я оставил мирскую жизнь чтобы посвятить себя прославлению господа но боже что она мне каша напоминающая теплые помои молюсь чтоб хватило мне сил сохранить веру помойной кашей что готовит брат айн хотелось бы ибо дал обед молчания вот это печально и за что принужден я ютиться на чердаке не уж то правда из-за того что как говорит настоятель слишком люблю вино и и с яблоками но разве не ты дал нам яблоки и вино боже разве грешно любить то чем ты нас щедро вознаградил чтобы раскрылись тайны сии придется мне усердно молиться здесь на сокровище валяется тексты хрен пойми зачем эти тексты нам чисто уже на память то есть здесь нажимается короче c это слазить так карта и дальше чего золотую эту парашу все обыскать но к примеру вот этот слит ирландия тихо кузнец нужен ли кузнец давай заглянем полный без запаса хорошо кузнец чем же услужить тебе в этот чудный день товары взгляну на товары так изменить внешний вид ослабить снаряжение вернуть усиленное оружие и снаряжение исходное состояние я понял вытаскивать руны короче усилить снаряжение а чё как его усилить не как усиленно все но это все что у меня в сумке лежит кстати насчет оружия с мечей одеть с вами мечами люблю ослабить это вытаскивать смесь нижний вид надо ли она что мы сегодня все конечно на хрень мне пора в путь прощай лучше короче в инвентарь сразу заглянуть предметы нет копье не хочу вот этот меч здесь все медвежье короче у меня все прокачано все нормально а тут еще тексты книги священ тексты которые которыми можно торговать их можно найти на торговых подках короче на что-то меняется а на чё плен пойми еще кстати речные набеги какие то есть я их нифига не это не проходил куча всякой параши ну-ка может у торговцы без девушки продаются если пробовать можно без девушки купить продать руны так вот альт продать без девушки спасибо тебе что продал 5000 а читай не увидел за сколько я сколько я получил то охренеть сколько здесь вот этой всей параши товары наличие 11 хрен его знает надо это и пускай это все валяется значит все погоди еще раз что на кого-то у меня много значит вот это чё у нас очко навыка ну и стандартно хавчик наряжение кута босса ночью это за рука большая руна большая это короче самая крутая вот еще круче круно отражающие исцеление что такое где-то валяется по-любому вот это вся параша мне быть если что такие еще есть хотя кто-нибудь узнает может когда-нибудь и буду брать смысл статуи все эти всякая персонализация не так все нормально выглядит татуировки тем более кто на них смотки больше ничего все валя еще увидимся машет руками что-то стоит короче где сливки злодые кстати говоря это маска поле есть нападут как только увидят все понял покажи мне короче тут вот эта параша который меняется у торговца а вот они солдаты а тут что тут сфиток а тут что тоже сфиток солдат что необычный а вот ну и подзагасить может может не надо короче рыбачит ему нормально все поэтому вроде да это просто баба я понял осмотри сёнина ну и чё а ну и чё он туда не хочет залезть а ну и чё ну и чё ну и чё ну и чё а а а а так что-то разбилась еще встала видимо заперто с той стороны что-то должно было открыться по-любому точно чисто что ради галочки что сокровище сейчас я меч уже убрал нормально я так понимаю прям лично этих товарищей которых надо подзагасить здесь лучше не шуметь так как бы пробраться туда мне кажется попалят а там принципе кусты так гавань лучника поиграем что ли да зараза да что ж такое а ему как а ему пухленно вообще так побежали надеюсь он не ко мне идет а а а а а Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И типа отомстить. Такой первый раз у меня. Так тихо залезает. Так, я понял. И вон тебе тоже, походу. Давай залази, че ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто кто-то сюда пролез, видать, в начале игры. Их вот эти солдаты поубивали. И за них надо, типа, отомстить за их, да бог. Спи спокойно. Я отомстил за тебя. Диджай, я хадос. Пораши всяко. Отомстил. А я-то думаю, че это за череп? Тогда сюда. Так. Здесь полно стражников. Давай-ка сюда. Че-че стрел, кстати, взять. Ну, давай, че ты там? А ты-то зачем? Ё-моё. Надеюсь, этот не пойдет. Проводись со мной! Вот что-то достойное! Не сбежать! Так, ну и все. Кажется, чисто. Прочитать. Письмо Торстейну о набегах. Дорогой Торстейн, несколько ночей назад мы сожгли конюшню Брена. Чтобы она не сгорела вновь, когда будет отстроена, он готов заплатить серебро. В набегах на рыбаков от твоих людей толку мало. Чтобы довести рыбу свежей, ума им не хватит. Нужно бы найти им иное применение. Вот, скажем, на каком-нибудь торговом посту они бы точно нашли, чем поживиться. Так что лучше устраивать набеги на такие места. Ама, кто за Ама, теперь она узнает. Может потом пригодится. Так, что-то взрывать надо. О, внизу что-то есть. Так, а если это внизу что-то? Так, вообще, ну, назад. За пределами. О, не туда. Тут нужно быть осторожнее. Так, какой-то, значит, храм. Ну, давай. 50 яства. Чё это такое? Не вернитесь же. Чё это за яства? Так, 26 метров вниз. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Где-то должен быть вход, конечно. Это, как всегда, либо колодец какой-то. Так, 28 метров вниз. Что-то где-то просят взорвать. Короче, чё-то мне кажется, ради вот этой маленькой золотой точки это взрывать, я это уж потом... Ой, не то. База знамя. Это я встал к репуту, да, нажимал. Так. Надо на большие золотые точки хотя бы идти. Идти на вот эту белую хердю. И там на задание, наверное, зайти. Заглянуть. А это уж потом... Чё за яства, интересно, да. О. Там 300 метров, да, ещё что-то есть. 300 метров. Так, я полагаю, это листов какой-то летающий. В этом там как-то трогано. По-любому листов. Учитывай все эти верёвки. Ну, прям по-любому. Куда ты? Так, листок. Надо, короче, на листке сохраняться. А чё, он летел, что ли? Чё-то не понимаю. Хм, короче, трен с ним пока. Так. Зайти сюда. Шихврих, ты должен держаться, как будущий король. Они валяться в грязи. Так ты решил стать у Флана придворным дураком? Хоть раз подумай головой. Если Флан поддержит меня, корона перейдёт тебе. Значит, ты уже дурак. Хватит! Эй, воры. Мой сын Шихврих. Извини, я пойду пройдусь. Поговоришь с мальчиком? Пройди уважение, щенок. Только засранец может высмеивать отца в его доме. О, да. И только свежеприбывший гость может указывать, как мне вести себя в моём доме. В Норвегии от тебя осталось бы мокрое место. Так что ж, докажи, если только не трусишь. Ладно, щенок. Куда тебе против меня? Ну, не приноси. Как там лечиться-то? И чё? Я должен сказать спасибо, что ты меня не прибил. Мне вовсе не нужна ссора с тобой, Шихврих. Отец высоко ценит тебя. Я хотел знать, правду ли о тебе говорят люди. О ком её говорят? Тебе не помешало бы съездить в Норвегию, юный викинг? Я бы поехал с отцом. Может, там он снова станет воином. И в Дублине будет грозный и справедливый король. Тебе не по душе правление отца? Он мог бы быть славным королём. Но вместо того притворяется жирным торговцем. Я давно не видел твоего отца. Как думаешь, где он? Он хотел пройтись. Значит, пошёл на могилу деда. Отец ходит туда поговорить с ним почти каждый день. Барит может говорить с мёртвыми? Ха-ха-ха. Нет. Он просто стоит там и разговаривает. Могила на вершине холма. Я его найду. Спасибо, Шехврих. Эйвор! А ты потом научишь меня так драться? Так, 48 метров. Какое-то богатство. Это по-любому надо. Зараза. Ключи. Где будут быть ключи? Ну давай уже, лезь, чё ты? Нахренеть. Только что где-то была золотая точка. Так, это по-любому ли... Листок? Нет, внизу что-то. А, ну это тут и есть. Короче, сохраняемся. Погнали. Погнали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Минус одна беспонтовая белая точка на карте. И опа-то, конечно, сыпет за него неплохо. Чё ещё? О, вот это чё за параша? Свиток какой-то охреневший. Так, тут товарищ у нас на холме. Сгоняю за этим свитком. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, это в том доме. Может, карта какая-то? Сокровище? Королевский чертонок. Да. Борохишка здесь какой-то. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, тут как-то здесь надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, свиток. Надо брать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тогда в Ирландии ещё не было людей сюда спустился с небес другой народ и стал здесь жить. Назывался он Куатор де Генан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Были это герои, наделённые божественной силой, женщины и мужчины, обладавшие великими знаниями, те, кто воздвиг по всему острову древние камни и оставил нам камень Фаль. Жили они мирно и мудро, став примером для бруидов, что пришли позже. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. О, вот нам ключ какой. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Ирландский цепь. Что-то он, мне кажется, не здесь. Он вообще где-то далеко. Так, ну ладно. Где-то на той стороне есть или ещё? Вон он. И сдаётся мне этот ключ, может быть, от того сокровища в воде. Кстати говоря, оно вот здесь где-то рядом. Будет ли оно того стоить? Так, здесь нет. Так, с той стороны как-то надо. Здесь что? Так, сюда меня прострелить, походим. Так, сюда меня прострелить, походим. Немножко не хватает. Так, ну, значит, где-то оттуда надо. Блин, это что бы ты... Так, сюда точно. На верёвку, на эту. И вот здесь. Ещё. Пал и ключ. Нет. Записка. Чёрная. 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 Так, ключ где-то наверху, я так понял. Вон он. Артур. Туфин. Как, у нас тихо? Разобь into the camera. Так. Вон оно! Будем надеюсь, это как-то ключ. Её это единственное. Не obstinate. А. Как, у нас, у нас тихо. Как, у нас идёт тихо. Хм! Сейчас проверим. Альфрам, Титан, всё что надо. Так, белая фигня дальше появилась. Сходить? Чё бы не сходить. Чё-то вот мне эти стены напрягают постоянно, настроенные здесь. А вот так получше. Камни, кита, это кладбище, наверное? Да! Это что-то вообще внизу, свиток какой-то. И ключ. Ну что ж, по-любому это пещера. Ключ от разбойничьего чего-то там. Одежда. Так, гибель Дублина. Именем Тора, Одина и Фрея. Да будут прокляты те, кто сжёг Дублин. Город, что мы построим, построили тяжким трудом. Нам удалось сбежать. Но о мире мечтать не приходится. Мы боимся, что ирландцы разыщут нас и здесь. Неужели наши ненавистники никогда не дадут нам спокойно жить в этих землях? Попал цветок. Карта сокровища. Вообще, конкретно картами сокровища я не интересовался никогда. В начале оригинальной игры, без дополнений, без всяких. Но сейчас... Где они, кстати? Где-то тут же должны быть. Коррекционные предметы, набросок, пикт. А, это татуировка. Это... Отрывок какой-то ирландской херни, цикла какого-то. Предметы для задания. Кракумал. Расследование Гудлина. Подсказка Святого Георгия. А, это... Сречных набегов. От славного короля Дублина Борида. Маг Имара. Это приглашение, наверное. Где-то ниже еще должны быть карты. Вот сколько карт. Они, наверное, исчезают, когда их находишь в сокровище. Читаем. Карта сокровищ Дублина. Хрен пойми, что тут нарисовано. Короче, крестик. А, получается, вот на этом уголке. На изгибе. И сюда вниз, влево. Там крестик этот будет. Ну-ка посмотрим по карте. Карта. Надеюсь, это территория вот этой локации. Бля, ни хера не понятно. Дублин. Дублин, Дублин. Откуда это все? Карта сокровищ Дублина. Голоса. Хрен его знает. Еще раз подметры. Вот это вот что за херня? Колодец какой или что? Тут вам надписи какие-то. Дублин или это сам город? Хрен поймёт, да. Давай ещё раз карта. Допустим, это... Нет, что-то мне не кажется, что это город. Дублин. Может вот это белая точка хрен и узнает. Короче, вообще без понятия, что это. Откуда яства взять сюда 50 штук? Пойду уж и сгоняю вот сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok